здравствуйте дорогие друзья с вами александр на канале финансовая независимость если вы пока еще не достигли этой самой финансовой независимости тогда инвестируйте со мной на канале я показываю свой инвестиционный портфель состоящий из российских акций это брокер втб и иностранных акций американский брокер интерактив брокерс также выкладываю обучающие ролики по инвестированию различные обзоры и собственные инвестиционные мнения долгосрочные инвестиции это верный путь к финансовой независимости я подтверждаю это своим 20-летним опытом инвестирования я уже неоднократно говорил своих видео о том что инвестиционной индустрии сша в этом году произошел перелом а именно сумма активов под управлением индексных фондов превысила сумма активов под управлением активных управляющих это произошло в конце лета текущего года многие наши инвесторы об этом и не знают до сих пор а профессиональные участники рынка которым относятся брокеры инвесткомпании инвестбанки и так далее не спешат нам сообщить об этом и прежде всего потому что им это совершенно невыгодно им интереснее продавать свои продукты услуги такие как доверительное управление пифы хедж-фонды следование стратегии инвест идеи структурные ноты айпио и так далее и основной стратегией поведения на фондовом рынке на сегодня у нас является спекуляция в совокупности с маркет таймингом и укладыванием направления движения цен в то время как сша от такого рода поведения на фондовых рынках большинство уже отказалась и продолжает отказываться не переключайтесь я раскрою этот вопрос подробнее объясню что означает этот перелом в инвестиционной индустрии сравниваю инвестирование спекуляции сделаю свои выводы выводах коснусь российского фондового рынка и российской индустрии и индексного инвестирования расскажу что советовал баффет по этому поводу и так факт превышения суммы активов в индексном инвестировании над активными инвестициями общеизвестен публикации на эту тему было несколько но я приведу в пример статью wall street journal вы видите на экране автор ссылается на исследование morningstar а это в свою очередь известнейший инвестиционный портал статья от 18 сентября сего года суть статьи в том что на конец лета девятнадцатого года активов в индексном инвестировании было на 4 целых двадцать семь сотых триллиона долларов сша в то время как сумма активов в активных фондах которые занимаются выбором акций на тот же момент составляла 4 целых двадцать пять сотых триллиона долларов опять же сша при этом надо понимать что индустрия активного управления зародилась очень давно и до середины 70-х годов полностью главенствовал на фондовых рынках а затем джон богу заложил основы индексного инвестирования в то время он создал компанию вангард которая сейчас является одним из лидеров данной индустрии и отличается минимальными комиссиями за управление индексными фондами даже есть несколько фондов в данной индустрии уже без комиссии то есть нулевая комиссия и вот за несколько десятилетий индекс на инвестирование победила активных управляющих все это время сознание инвесторов менялось и многолетний тренд перетекания средств из активных фондов пассивные достиг наконец-то вот такого результата описано в данной статье почему это произошло но прежде чем ответить на этот вопрос давайте разберемся с понятием спекуляции и активного управления спекуляциям относятся трейдинг и его подвиды дэй трейдинг скальпинг свинг трейдинг интродэй алго трейдинг там и так далее то есть операции на фондовом рынке которые осуществляются трейдерами с целью извлечения прибыли на коротких промежутках времени в течение дня недели месяцев ну и даже собственно лет при этом трейдеры для извлечения этой самой прибыли используют свои гениальные ну как они сами думают свое гениальное мастерство и навыки для правильных покупок и своевременных продаж ценных бумаг трейдеры спекулянты пытаются извлечь выгоду от изменения цен активов ту или ну или иную сторону может быть игра на понижение ну или игра на повышение это именно игра а не инвестирование трейдеры спекулянты ищут закономерности в поведении цен в прошлом используя математические логические и графические методы и на основании этого пытаются построить модели поведения цен в будущем стратегий тактик и паттернов в трейдерской деятельности великое множество как индивидуальных торговых схем сейчас в общем-то век всеобщей автоматизации трейдерская деятельность также еще и автоматизирована но речь идет об алго трейдинге например на сей момент на нью-йоркской бирже уже более 90 процентов сделок совершается в рамках автоматизированных торговых систем ну то есть роботами однако существует статистика что 95 процентов начинающих трейдеров теряют деньги в первый год трейдинга однако об этих людях никто не знает они сами переживают свои потери в своем узком личном кругу потому что реклама трейдинга рассказывает только об успехах причем эти успехи как правило нарисованы и не доказывают не доказываются реальными цифрами и тем более не доказываются на длительных периодах времени да и даже если и были какие-то случайные успехи а угадать можно этого никто не отменял то реально подтвержденным регулярным успехом именно на длительном периоде времени похвастать могут разве что единицы во всем мире во всем мире и чем дольше длительнее выбранный таймфрейм тем меньше этих людей ну или команд а если вас привлекает реклама которая обещает быстрое обогащение с помощью трейдинга и для этого достаточно только пройти короткое ну или даже пусть будет серьезное основательное обучение то этому верить нельзя это чревато быстрой потери денежных средств трейдеры любят обучать трейдингу потому что обучение они и зарабатывают основные деньги платные закрытые сообщества школ успешного трейдинга ну и так далее и так далее так далее не раз слышали о таком понятии как доходный трейдинг там и так далее кстати в развитии трейдинга очень заинтересованы поголовно все брокеры потому что трейдинг это большое количество сделок а значит много комиссионных для брокера поэтому верить аналитикам и генераторам инвестидей работающим в штате брокера смысла нет никакого что еще добавить про спекуляции спекуляции требует много времени навык навыков внимания и опыта это сложно при этом результат остается не подказать непредсказуемо в подавляющем большинстве случаев потенциально можно много заработать если повезет и много потерять если не повезет по сути это игра эта игра в рулетку на фондовом рынке рано или поздно потери денег неизбежно статистические факты упрямая вещь так дальше возникает вопрос так почему же инвесторы выбирают пассивное индексное инвестирование ведь не секрет что практически в каждом фонде и tf есть хоть и очень небольшая особенно зарубежных и тф фондах но плата за управление точнее за следование за индексом почему если коротко то потому что существует общеизвестная статистика поведения индексных фондов который можно и нужно сравнивать с результатами активных управляющих получается что на длительном периоде времени индексные тф даже с учетом этих самых комиссий про которые говорил за управление подобляющем большинстве случаев дают лучший инвестиционный результат чем активное управление выбор акции часто и редкие спекуляции и так далее конечно же существует активные управляющие которые угадали на коротком промежутке времени но на длительном периоде их остается и остается единицы и почему вы думаете что вы попадете в эти несколько человек вероятность этого крайне мала и наоборот вероятность отстать от индекса на длительном периоде времени занимаясь торговлей на удача крайне велика то есть получается что инвестируя пассивно используя индексные тф и просто-напросто с большей вероятностью получите большую выгоду на длительном периоде времени все просто зарубежные инвесторы это начали понимать довольно давно этим объясняется непрекращающийся переток денег из активного и из активного инвестирования в инвестирование в пассивное ну то есть индексное сейчас коснусь немного ситуации с индексным инвестированием в россии и потом обозначу основные принципы которыми должен руководствоваться индексный пассивный инвестор в россии как я уже коротко отметил в начале видео индустрии индексного инвестирования зародилась всего несколько лет назад пифы с их конскими комиссиями и зачастую активным методом управления не в счет большинство россиян и жителей стран бывшего снг до сих пор мало что знают об инвестировании и инвестированием по неведомым мне причинам называют трейдинг и спекуляции которые ведут как правило к отрицательному результату тренд последних лет это выбор отдельных акций и чаще всего дивидендных акций пассивным же инвестированием занимается совсем мало инвесторов и неудивительно потому что в россии и тф вместе с бпфами это аналоги тф всего около 30 штук ну который можно купить на московской бирже я имею ввиду а в сша и тф несколько тысяч штук и комиссии за управление в индексных фондах которые можно приобрести московской бирже оставляют желать лучшего но все же начало положено и в россии этот вид инвестирования развивается активно и количество инвесторов и денег под управлением индексных фондов которые можно купить на московской бирже постепенно растет инвесторы покупают и тф и бпф еще и потому что в россии действуют налоговые льгуты по бумагам этих фондов от трех лет владения и их можно также приобрести на иис где свои налоговые преференции но сегодня не об этом а вот ту самую высокую комиссию понимающие и финансово и грамотные инвесторы справедливо рассматривают как вынужденную плату за диверсификацию и возможность инвестировать пассивно а сейчас для лучшего понимания я изложу основные принципы пассивного инвестирования и так главный основной принцип состоит в том что мы не обгоняем рынок не стремимся обогнать индекс а довольствуемся его доходностью это приемлемая доходность на длительном периоде времени который обгоняет инфляцию и с помощью сложного процента позволяет увеличить ваш капитал причем не просто в денежном выражении а еще и покупательную способность этого капитала пассивный инвестор не занимается спекуляциями трейдингом не пытается шортить купить дешевле продать дороже и так далее пассивный инвестор не использует маркет тайминг и технический анализ пассивный инвестор не слушает рекомендации аналитиков и не смотрит ежедневные новости с фондовых полей а вот теперь вообще будет откровение для многих пассивный инвестор не занимается выбором отдельных пусть даже высоко дивидендных акций по фундаментальному анализу да да выбор отдельных акций это не пассивное индексное инвестирование и риски у данного вида инвестирования сильно отличаются от индексного это не я придумал читайте книги и соответствующие публикации финансовая грамотность это наше все у меня самого есть отдельные акции поэтому я можно сказать только наполовину пассивный инвестор ну в общем то сейчас не об этом и в дополнение к этому утверждению стоит привести слова самого уорена баффета который никогда не занимался кстати пассивным инвестированием он как раз всегда занимался выбором акций по фундаментальному анализу на вопрос а как инвестировать он посоветовал бы своей жене он ответил что рекомендует на 90 процентов средств купить индекс s&p 500 через какой-нибудь дешевый фонд а на остальные средства купить краткосрочные правительственные облигации кстати в последнее время результаты компании берк шархэтовой стремятся к среднерыночным а про знаменитая пари баффета с хедж-фондами я уже говорил не раз повторяться здесь не буду так вот судя по статье которая посвящена данное видео пассивное инвестирование побеждает не только потому что она в большинстве случаев выгоднее но еще и потому что на длительном горизонте инвестирования она более предсказуемо по результатам и обладает более низкими приемлемыми рисками кроме того именно индекс на инвестировании позволяет составить сбалансированный и диверсифицированный по классам активов инвестиционный портфель с приемлемыми для каждого из нас рисками и относительно прогнозируемой доходностью на длительном периоде времени, с учетом индивидуальных финансовых целей. Остается только раз в год делать ребалансировку такого портфеля с целью возврата к начальной структуре и, соответственно, начальным рискам. Именно этим и занимаются финансово грамотные западные инвесторы. В рулетку, трейдинг и спекуляции играют только очень немногочисленные профессионалы, имеющие, например, инсайт или склонные к авантюрам личности. Авантюристов, роботов, гениальных, в кавычках, управляющих и пошедших за ними несведущих участников фондового рынка еще довольно много. Ну, реально много. И, кстати, они же пытаются шортить и активничать с индексными ETF. Но радует то, что понимание постепенно приходит к тому, и, в общем-то, можно сказать, что тому свидетельством является данная, выше представленная вашему вниманию статья. Ну, а на сегодня это все. С вами был Александр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Хочу вам пожелать удачных индексных инвестиций с приемлемыми для вас рисками. До скорой встречи на канале «Финансовая независимость». Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.